Игорь Жвягин Сад у вас шикарный А как он растет? Это я в реддитерах, болезных деревьях Об этом вы в своих роликах не говорите Мало конкретных рекомендаций Знаете, во-первых Это я должен на вас обижаться Не вы на меня, что мало, я на Я 198 вебинаров говорю Самые главные рекомендации Не лезьте, куда вас не просят Не лезьте в геномы Не лезьте в это самое Нормальное развитие дерева Вот Рекомендаций не одна, сотни Но еще больше я говорил Наоборот, ничего не делал И вот что я ответил ему Я ответил так Значит, мое садоводство Вам действительно причин надо делать Оно построено На критике глупых Бесполезных Опасных для деревьев Опасных для садоводов Каторжная работа Радикулит Поняли, да? И пошло-поехало Каторжные невероятные Мне вот это больше удивляет Еще вам буду показывать Ниже Опасных для всех людей Отравление почвы Плодов Самих людей При опрыскивании и еде Дорогостоящих Ну и дальше Вот на чем основано Держим Откуда я возьму Не трогать почву Не лечить естественные раны Не лечить Это мое сорокалетие наблюдений Не делать искусственные штамбы и кроны Помните Эту несчастную персик Эту коллегу Не опрыскивать без причины Не применять привыки почкой Еще там десяток Еще 190 вебинаров Ну, вы-то, ребята, все знаете Все понимаете Вот Вот как, наверное, я пытаюсь Как бы он, Игорь Наверное, он новичок Имеется в виду наш вебинар Ну, видел сад Наверное, зашел на сайт Посмотрел фотографию И лучше не смотреть Иначе может сна лишиться Вредители Практически все вредители выдуманы Причем, да Все-таки кое-что я скажу Вредители на юге И вредители у нас на севере Это две большие разницы У нас есть санитар Генерал Мороз Он главный санитар Вот Приходит весна Мы понятия не имеем Какие вредители Были морозом уничтожены А теплая зима Вот это была последняя 30-32 Ниже не было Мне ж стыдно было Я в Сибири живу Теплейшая зима Невероятно 38 лет А я испугался Ой, думаю Это что же будет-то Ведь теперь у меня сад А я же пальцы гну Что я не обрабатываю И все знают, что я не обрабатываю Есть аспирантка Она начинала студенткой Елена Александровна Савинич Да если бы я сейчас сказал Собрал Как бы я доверил Это ж навсегда Это все Она мне верит Безоглядно Уже хотя бы потому Что, кстати, все знает это В саду была Но если бы где-то я в тихушку опрыскивала Потом бы она узнала А я бы вам брал, что я не опрыскиваю Я бы все бы Для меня это катастрофа Ни один человек на планете Не скажет, что я мальчик И вот не опрыскиваю Так Видите А вредители где? А вредители Разберутся сами Помните, там ниже будет это Там немножко ниже Но повторяться неудобно Я вам показал 20 или 25 фотографий На одном дереве соцветия Еще не раскрылись И в каждом Одна-две божьи коробки В каждом коробке А я все гадал Но у меня должен быть сад Уничтожен вредителями Вдруг Теплее, как в средней полосе Один год Однажды божьи Значит, у меня Вредители не уничтожены Весной они сейчас Такое мне устроят Они же тут же Их в десятки В сотни раз больше Чем обычно Еще раз говорю Санитар Это мороз Вот Глядишь, у нас проблем меньше Чем даже на юге Вот И вдруг Теплейшая зима А вредители не больше Обычного И божьих коробок Тут прибавилось И этих самых У нас был год Это было 25 лет назад У нас бабочек Капустниц Беленькие Знаете Былышками бяк-бяк Вот У нас их было столько Такое впечатление Я ездил по Теге Тогда путешествовал Ходил Вот У меня сад был на острове Поверите Их было столько Что Кажется, шел снег Снег идет, что ли Вот Вот это действительно А потом Пришла зима Что я должен был ждать Правильно И это случилось Они отложили Когда они скручивают Эти самые Коконы Коконы Значит Личинки Пришла весна Примерно половина Именно яблок Было по всей округе Уничтожено До последнего листочка Вот Это был Один Единственный год Такой Но потери были Страшные Половина яблонь Уже заметили Вот эта вот болезнь А именно От В общем В середине лета Все листья появлялись И уничтожались Появлялись Уничтожались И вот едешь По округе Тысячи деревьев Стоят голые А уже середина лета Это было Я ждал В этот раз Того же самого И ничего не случилось А мы должны были Все дружно Пойти Закупить Все что есть В ларках Все Эти самые И опрыскиватели И намордники Желательно Накупили Сотни тысячи Килограмм ядов И все Опрыскивать Все отравить Ничего не случилось Понимаете Вот И получается Я не опрыскивал Большинство тоже Уже давно Руки опустили Еще есть такие Кто опрыскивает Ну С каждым годом Все меньше Уже вымирает Не деревья Уже вымирает Эти Содоводы Вот Значит Вредителями не боролся Болезни деревьев Обычно Морзобоины Полно Не трогаешь Не лечишь И деревья Живо И продолжают 10 15 20 25 30 лет И приходилось Брать пилу С горечью Еще бы плодус У меня самая старая Деревья В этом году Дали по 20 25 лет Ну какие старые 30 лет Этим Детям абрикосов Первого 25-30 лет Огромные Такие Что это Урожаи сумасшедшие А я таких Десяток Выпилил Место освобождал Государства Для меня места нет Вот 2 миллиона 200 тысяч Я Приращиваю Вот эти До полу гектара Я заплатил Своего кармана И вот что Получается Болезни Деревьев Существует Только Многие В воображениях Людей Вначале Искалечим А дальше Все Пойдем Дальше По теме Мало Конкретных Рекомендаций Вот они Их Много И не может быть Еще раз Пока Пив чай Вот Еще раз Простите Вот это От меня ждали Вот то же самое Они же Еще кое-что Покажу Что от меня ждали Ну и тоже без меня Еще раз Простите Это все не шутки Это антинаука Считается Это Это Такая ересь Это то же самое Что Даже не знаю Как это Представь себе Что Были у нас Такие Кафедры Политэкономии Да Кафедры Этих Общественных Наук Да И представляете Я бы пришел туда Да И сказал А Бог то есть Как бы ко мне Отнестись Вот так ко мне Относится сейчас Софициальная наука Проходимся Нашли И вот получается Посмотрели Идем дальше Я Иду себе Никому не мешаю И у себя Вот это У меня Этот самый Это Слива у меня Черный Слив Да Вот Ну что Ему делать Здесь Ведь она Пришла Ко мне Саратов От Чернышева Ученого С которым Я дружил Я Получается Обману Когда я говорю Что наука Откуда Там Саратова Это Как она Черный Слив Волгская Красавица Да Наверное Все таки Все таки Я не прав От науки Тоже что-то Перепало Это была Наша дружба Он был уже Не ученый Он уже был Пенсионер Взял Прислал На мою голову Ну Сами понимаете Сибирь Сибирь Но Разобойно Покрываются Закрываются Закрываются Лесят Сами себя Это то что В народе Называется Живица От слова Жизнь Вот И вдруг Знаете Как это бывает Как трудно Мне быть Я открываю Пришельное Хозяйство Которое Меня Терпеть Ненавидит И Как получилось Кто редактировал Вот Потом уже Откресчивалась Сама вот эта Крупнейший Ученый Правда Кандидат Наук Московский Ботанический Сад Чудом Вырастила Несмотря на Огромные Потери Все таки Абрикосовые Сады У нее Получились Более Менее Вот Я открываю Пришельное Хозяйство И там Фраза Вот Поймите Меня Небезызвестный Сибирский Садовод Ля 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 Поняли Потом Она Откресчивалась Что она Низель Завимала Ввиду Но там Что было Написано Вырезать Вот это Все Вот Дерево Вылечило Себя Представляете Взять Практически Здоровое Дерево Вот так Вот Научить Вырезать Протравить Замазать Чем Ну Вы же Старые Кадры Знаете Коровьим Дерьмом Свежим Эта Фраза Свежим Коровьим Дерьмом Поел 19 Проходит Сто Чем То Лет И Она Учит Вырезать И Практически Вы Все Дерево Вот Представь Себе Берете Нож И Вырезаете С Мясом Вот Так Все И Это Все На Полном Сереже А Я Пишу Это Не А Его В Десятках Я Их Уже Наверное Нету Сотни Все Где Про Этот Каметь Про Живицу Обязательно Пишут Это Страшная Болезнь Пишут Она Разрушает Дерево Ни Мозгов Ничего Нет Повторять Друг за Другом То Что В 19 Веке Один Написал Не Очень Грамотный Человек Другой 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 Продолжение следует...